Здравствуйте, уважаемые зрители Уллправда ТВ. В эфире программа «Кухня» и я ее ведущая Виктория Черкова. Что делать с мясом, морепродуктами и сезонными овощами? Свежими решениями с нами поделится шеф-повар Дмитрий Каталымов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Дмитрий, как нам разнообразить бархатный сезон? Бархатный сезон? Ну, я бы рекомендовал разнообразить его все равно овощами. Сейчас прошли сезонные овощи, весь рынок и все магазины забиты овощами. Давайте будем их как можно больше использовать и не забывать про мясо. Я думаю, многим уже надоели традиционные шашлыки и барбекю. Как можно подавать мясо, например, чтобы заинтересовать своих гостей, ну и самому тоже полакомиться? Ну, я думаю, для начала надо изучить технику приготовления стейка, потому что сейчас это, ну, как в тренде, до сих пор витает образ, ну, что стейк тяжело приготовить, но на самом деле это нет. Мы сегодня покажем. Можно, главное, правильно выбрать мясо. А скажите, что сейчас больше всего пользуется популярностью у посетителей кафе? Например, летом, ну, что было весной, летом, что будет популярно осенью, пока будут открыты террасы? Ну, так как я работаю в заведении, которое продает мясо и вино, у нас популярное мясо и вино. Но также мы начинаем вводить в меню морепродукты. Мы начинаем экспериментировать с этим, и гости очень хорошо воспринимают это. Очень много заявок поступает, что продолжайте, не останавливайтесь. А что вы считаете своим личным мастхевом на лето? Своим личным? Ну, я вот думал, да, ну, странно, наверное, покажется, ну, наверное, лимон. Ну, лето, жара, когда у тебя есть лимон, ты можешь сделать себе лимонад, ты можешь соком лимонным добавить, ну, в салат, опять же, освежить салат любой, даже тот же самый овощной. И кислота обязательно нужна при выготовлении, ну, мясных блюд. То есть мастхев, это значит, наверное, чтобы на кухне был лимон. А как лимон может осенью пригодиться? Мы же что-нибудь более пряное, теплое хотим. Осенью. Есть такой способ сделать варенье из лимона. Пряное, сладкое варенье из лимона. Обязательно нам туда добавить корицу, можно поиграть со специями, бадьяна, специи. И когда захочется в прохладную, дождливую погоду посидеть попить чай, нужно добавить в чай это варенье, ну, или в прикусочку. Вспомнилось мне интересное такое наше популярное блюдо, как окрошка. Вы туда лимон добавляете? Там нужна кислота, но мы ее возьмем из кефира. Я люблю окрошку комбинировать. Давно я уже, наверное, перестал есть просто окрошку с квасом. Ну, как-то разонравилась она мне. Я комбинирую кефир с квасом, могу поиграть с немножко соевым соусом. Обязательно астринка у меня должна быть в окрошке. Этим летом это соус табаско обязательно я использую. Ну, хрен горчица никто не отменял для окрошки. Вы любите такие хорошие, наши, добротные специи, приправы? Ну, наши, да, кроме табаско. Окрабаско это не наш, но он завоевывает мою кухню и мой личный вкус. Какие у вас принципы в гастрономии есть? Вот какие вкусовые сочетания вы любите больше всего? Вкусовые сочетания? Ну, тут, наверное, должен быть баланс. В повседневной еде должен быть баланс. Баланс кислоты, сахара, соли. А поэкспериментировать, гастрономическое что-нибудь, да? Ну, это всегда, наверное, разное что-то. То есть каждый день такое, наверное, не получится есть тяжело. Но как гастрономию, как эксперимент, почему бы нет? А что-нибудь такое приближенное к людям? Есть у вас в холодильнике, который, ну, кроме лимона? Приближенное к людям? Если честно, у меня холодильник вообще пуст, я бываю редко дома. Открываешь там молоко, детская еда, и там жена арбузик для себя купила. Мой холодильник обычно пуст. Но что приближенное? Всегда есть курица? Вот курица есть всегда. Во-первых, это такой универсальный продукт, который и кости можно использовать на бульон, и также и детям, и, ну, основной суп можно для себя сварить, и мясо. То есть таланты вы проявляете на работе, а дома все аскетично? Кстати, да. Вот так получается, что дома уже нету, наверное, сил на эксперимент. Вот, поэтому я дома в еде, я не привередлив. Кто больше готовит? Жена. Жена. Я только бываю по выходным, готовлю, ну, и то, когда что-нибудь прямо вот захочется. А вот, например, салаты дома делаете? Делаем. Ну, в основном это овощной салат. Сейчас это овощные салаты. Но не просто овощной салат, опять же, что у меня есть всегда, это есть горчица. Зернистая горчица, обожаю ее. Крупное зерно, чтобы было обычный овощной салат. Можно всегда разнообразить и улучшить вот этой горчицей. А что для вас нормальный такой летний, простой овощной салат, кроме традиционного? Кроме традиционного? Ну, опять же, это, наверное, салат из разных миксов зелени и какой-то цитрус. Обязательно должен быть летом цитрус, потому что он освежает. И в жаркую погоду, когда сегмент цитруса попадет вам на язык, он взорвет ваши вкусовые ощущения и захочется есть, есть, есть. Звучит заманчиво. А вы используете фрукты, ягоды, которые сейчас у нас лето богаты ими как раз? Ну, фрукты, да. Ягоды, я бы не сказал, что у нас много используется ягод. Фрукты, да. Арбуз – это такой очень интересный фрукт. У нас есть блюдо с вяленым тунцом и тартаром из арбуза. Мы арбуз солим, а без кислорода мы его вакуумируем, убираем оттуда кислород, он становится плотный и темный-темный, как тунец. И это очень вкусно. То есть соленый тунец, когда вы ели, да? Интересно, вот. Как гости реагируют? Они, как бы, может быть, с опаской берут соленый арбуз? Ну, нет, я бы не сказал. Сейчас гости готовы к экспериментам, гости очень доброжелательно относятся к экспериментам. И когда им выносишь вяленый тунец, там, спагетти из цукини и соленый арбуз, они, опа, что это? Интересно, надо попробовать. Я наслышана то, что вы не любите мариновать мясо. Почему? Ну, не то, что не люблю. Мне, наверное, просто... Я уже устал, наверное, от маринадов. Все это прошло для меня. И поэтому я сейчас пытаюсь как-то вытащить больше мясного вкуса из мяса. То есть не уходить в маринад и не давать вкус маринаду, а остановиться на мясе. Именно на мясном, говяжьем или свином вкусе. Потому что у мяса... Мы, наверное, уже позабыли, что у мяса есть свой вкус. А если все-таки подвергать обработке и мариновать, то в чем? Мариновать? Масло, соль, перец. Все. Но если хочется поэкспериментировать, то, наверное, сейчас много азиатских соусов. И это очень интересно. Они яркие, они вызывают аппетит. И особенно свинина очень хорошо сочетается с азиатскими соусами. То есть можно экспериментировать. Наши зрители еще не раз поедут на шашлыки, на пикник. Чему вы можете их научить? Чем-нибудь нестандартным. Вот как раз сегодня я буду учить готовить нестандартный салат с цитрусами, с сегментами цитруса. Навряд ли дома кто-то часто готовит это. А это очень вкусно и просто. Потом мы научимся сегодня готовить щупальцы кальмаров. Это... Я бы, наверное, сказал, что это вообще нестандартный продукт для нашего региона. Но он у нас появился на полках, и поэтому надо брать, пробовать. И, конечно же, стейк. Мы научимся сегодня готовить стейк и расскажем, что это просто. Звучит очень любопытно и аппетитно. А сейчас мы переходим к самой вкусной рубрике нашей программы. К мастер-классу от шефа. Дмитрий, что мы с вами будем на летней кухне готовить сейчас? Сегодня мы приготовим традиционный для меня салат летний. Это цитрусовый салат. В лето хочется попробовать что-то сочное, освежающее. И цитрусовый салат из грейпфрута, апельсина, свежих салатов и помидоров будет отлично. Грейпфрут надо выбирать сочным, прям налившимся уже или покислее? Ну, тут на любителя, ведь каждый любит по-своему. Я люблю, чтобы он был в меру сладкий, в меру кислый. Грейпфрут, но все равно это должна быть кислинка, которая вызовет у вас аппетит. Сладость нам должен дать апельсин. Пусть лучше апельсин будет слаще, а грейпфрут... Да, чтобы был баланс. Давайте наденем перчатки сразу, потому что блюдо холодное. Надо соблюдать технику безопасности, без нее никак. Также нам понадобится куриное филе. Но это не обязательно. Если кому-то не хочется весного, тяжелого блюда, то мы можем убрать куриное филе и приготовиться без него. Мы взяли грудку. Вообще можно ее заменить на филе бедра бескостного. Но, мне кажется, легче будет найти в наших магазинах эту грудку. То есть надо метальон резать вдоль, где-то он должен быть сантиметр толщиной, потому что он все равно ужарится, да, получается? Да, если он будет тонкий, то он высохнет и будет не очень вкусно. А сейчас я закину жарить в мангал курицу, а мы с вами параллельно нарежем сегмент. Я буду из одного фрукта, вы из другого. Хорошо. Сейчас нам понадобится немножко перца, немножко соли. Перемешаем. Дмитрий, если это... Ну, у вас же больше на гриль похоже все-таки, да? Да. Если обычный мангал, вот наш привычный, то просто в решетке жарить? Ну, можно решетку не закрывать, а вот поставить ее, чтобы она накалилась, да? А над углями. Как только она накалится, проколится, можно будет так же, как и на мангал укладывать курицу. Курицу жарим недолго, но полностью надо прожаривать. Курица такой продукт, который не терпит. Конечно. Вот, смотрите, сегменты. Давайте вот так. У меня апельсин. Да. Что нам надо вначале? Нам надо отрезать край. Мне тоже надо, да? И вот прямо вот так сделать. Вот эти корки можно не выкидывать, можно их положить в летом воду, со льдом, мяты добавить, охладить, и будет у нас лимонад. Как здорово. С двух сторон. Обязательно, чтобы был полный срез. И у апельсина, и у граната, и у грейпфрута, да. И грейпфрута. А как на картинке? Красиво. И наша задача теперь срезать корку вместе с белой частью. Хорошо. И всем временем у нас курица с одной стороны подошла. Можно это понять потому, что верх у нас уже поменял цвет сырого на белый. На белый, да? Да, и вполне нам этого достаточно. А что мы делаем дальше? Дальше нам нужны сегменты без вот этих вот прослойек, перепонок. Мы прямо по ним берем и вырезаем сегментик. Вначале с одной стороны, потом с другой, и прямо их сразу. До серединки? Да, да. Поняла. На одну порцию нам понадобится, ну, 3-4 сегмента, не больше. Дальше я достаю курицу. Так, берем салат Романа, разбираем его вот на такие перышки. Нам нужны только листочки, печерышечка нам не нужна. Ну, на одну порцию нам хватит. И дальше продолжаем резать его просто соломкой. Ни крупной, ни мелкой, ну, такой вот соломочкой. Интересная техника у вас. И отправляем все это в тарелку. Так. А я также продолжу соломкой резать курицу. А дальше мы будем заправлять, в нашем случае у нас будет масло. Масло растительное, да, сахарная пудра, бальзамик, уксус бальзамический и крем бальзамический. Начнем с масла, то есть немножечко масла. Это уксус. Бальзамический уксус можно заменить на яблочный. Здесь где-то полторы столовые ложки, да? Ну, да. Сейчас мы перемешаем и еще раз попробуем. Если нам не понравится, то мы добавим. О, где-то полторы столовые ложки, да. Сахарная пудра у нас. Немножко сахарной пудры, но это не обязательно. Просто я люблю в каждом блюде, чтобы было баланс сахара, кислоты, соли. Все, дальше мы перемешиваем. У нас прямо как тут на даче, на летней кухне получается, да, мы готовим? Этого эффекта мы, в принципе, и добивались, чтобы зрители смогли так же. Просто с огорода сорвать айсберг, да? И приготовить. Ну, мне нравится. Попробуем. Давайте попробуем. Может быть. Может быть. Нет, мы сверху еще польем бальзамической карамелью, и это будет достаточно. Да, и просто перекладываем на тарелочку. У этого салата почему-то получился какой-то ореховый нюанс. За счет чего это? Ну, мне кажется, это больше не ореховый, а прижарка курицы нам дала такой вкус. Мы же курицу прижарили на открытом огне, на гриле. И всегда открытый огонь дает более такой пикантный, интересный вкус, чем просто на сковороде. Да, и что-то такое сдобное и сытное получилось. Да, и вот это один из моих любимых салатов летом. Когда надоест огурцы с помидорами, можно побаловать себя пеком салатом. Это очень здорово. И, кстати, это не так сложно в исполнении. Просто чуть-чуть надо потрудиться с курочкой и ее не пережарить. Да. Ну вот, первое блюдо готово. Замечательно. Оно уже просто настраивает на интересный гастрономический лад. К чему сейчас приступим? Сейчас мы приберемся немножко и будем готовить закуску кальмары, щупальца кальмаров. Сейчас мы переходим к горячему. Что у нас на обед? У нас не горячая, у нас закуска. Горячая закуска у нас будет щупальца кальмаров. Это один из хитов этого лета, ну, у нас в продаже. И мы сейчас научим вас их готовить. Давайте приступать. Сколько граммов щупальцев надо и на сколько порций? Давайте в граммах считать не будем, а мы посмотрим просто и посчитаем в порции, в штуках. Раз, два, три, четыре, пять. Пять штучек. Ну, где-то здесь 300-400 грамм. Наша задача разогреть воду. В идеале она должна кипеть, но... Она сейчас закипает, да? Она у нас, да, начинает закипать, и мы начнем. Нам этого достаточно. Что нам надо? Щупальцы кальмара чистятся очень легко. Вот здесь обычно находится клюв, который, ну, не попался нам, его, значит, на заводе удалили. Надо убрать большую вот эту кожу, часть, и все. То есть темную часть, самую темную часть у щупальца надо снимать. Да. Есть какой-нибудь секрет, чтобы кальмары были не резиновыми, например, как после пережаривания, переваривания, а чтобы сочные и мягкие? Ну, тут самый главный секрет, это просто все сделать быстро и не долго поддавать кальмар в тепловой обработке. То есть, бланшируем быстро, жарим быстро. Поставим просто горячую воду. Здесь просто обычная вода и соль. Вода должна быть чуть-чуть пересоленая, чтобы, ну, кальмары были вкуснее. Ну, чтобы не пресные были, да? Да, да. То есть, это такая стрессовая терапия, получается, для кальмаров, да? Все, и уже видно здесь, как вся эта некрасивая кожица у него уходит. Очень удобно. Все, и нам не надо ковыряться, все это чистить. За нас сделал кипяток. Как почистить помидор тоже. Да, да. По тому же принципу. Да. И теперь мы ставим сковородку. Нам надо хорошо разогреть сковороду, добавить, нарастить сливочное масло. И обжарить кальмары с сливочным маслом. Устанавливаем форсовую сковородку. И сейчас, опять же, нам главное их не передержать. После того, как мы обработали кипятком, мы их охладили. Все, наша задача теперь растопить масло. Здесь, ну, где-то прямо две столовые ложки масла. Две столовые ложки сливочного отборного масла. Все, масло разогрелось. Так, контакт есть. И мы закидываем туда, в сеныш кальмары. А лишнюю влагу лучше убрать. Угу. Ой, как стреляет. И быстро. Быстро обжариваем кальмары. Как понять, что он уже готовится, начинает, то есть доходит до кондиции? Ну, вот размер таких щупалец, это, ну, не больше пяти минут. Если вы, ну, сомневаетесь в том, что готовы ли у вас кальмары или нет, засеките пять минут. Пять минут, и все будет готово. Все. Щупальцы готовы. Так. Я заметила, что они порозовели. Они порозовели, и видно, как они уменьшились в размере. Да. Видно. То есть, опять же, их не надо долго пережаривать, иначе они будут жесткими. Все. Просто добавляем томаты. Томаты чищенные или с кожурой? Я прямо их использую с кожурой. Я вообще люблю использовать весь продукт почти целиком. Если что-то остается, и есть возможность его использовать, то надо это делать. И клетчатки так больше. Да. Это еще и полезнее. Все, перемешали. Немножко хочу посолить, на всякий случай. Опять же, пару щепоток. И немножко перца. Крупной соли, немножко перца. Все это перемешиваем. И выкладываем в нашу тарелку. Выкладываем по центру. Еще у нас есть микс салатов. Мы просто оформим миксом. Ну, это так уже больше для декора. Помидорки обязательно все должны уйти в тарелку. Да, действительно, получилась хорошая порция на одного человека. При желании можно съесть в два раза больше. Да. Ну, причем, это у нас же закуска. Мы же не хотим уже наесться закуской и больше ничего не кушать. Вот. Мы съели салатик цитрусовый. Закусили прекрасными кальмарами, щупальцами. Зелень можно использовать разную. Сейчас, тем более, дом, мне кажется... Ну, не дом, а дачу, на огородах. Много кто начал выращивать зелень. Рукколу, монголь. Все, так, немножко даем цвета зеленью. Ну, и все. Все. Блюдо готово. Выглядит очень аппетитно. Обязательно надо взять хлебушек. Обязательно его надо поджарить на гриле. И вот все, что вот стекает, макать хлебушком и кушать. Можно удивить, да. Гостей. И что у нас будет самое сытное из сегодняшнего сета на обед? Самое сытное это будет местный рыбай. Мы научим вас, расскажем вас, как выбрать его и покажем его. И приготовим. Давай скорее приступим. На рынке, если вы скажете местный рыбай, ну, 2-3 мясника вам скажут. А, да, конечно. Так, это называется толстый край. Толстый край говядины. Он, как правило, состоит идеально, его составляющая, это из трех мышц. Но не пугайтесь, если там есть две или одна мышца, потому что это местный рыбай. Хорошо, чтобы пожарить на открытом огне, на углях, да, это 3-3,5 сантиметра. Это будет достаточно. На сковороде можно дома, если это не чугунная сковорода с толстым дном, то, ну, наверное, 2 сантиметра, потому что стейк все равно прохладный. И когда мы кладем его на разогретую сковороду, сковорода быстро остывает. И уже мясо не жарится, а варится. Ну, или тушится. Ну, все, он у нас готов, обработан. Мы просто его немножечко смажем растительным маслом. Чтобы сок не убегал. Ну, чтобы быстрее началось прижариваться, да. Все, наша задача обжарить его с двух сторон. Так, уже зашипело, процесс пошел. Процесс пошел. Обжарить с двух сторон, дать немножко отдохнуть, и все. И будет все готово у нас. Наша задача пожарить мясо так, чтобы появилось вот колер. Колер это темно-карамельный цвет, да? Да, да, да. Ну, прижарка. Чтобы появилась прижарка. Прижарку мы сделали с одной стороны и повернули его. Не перевернули, а повернули. Чтобы, опять же, дальше запечатывать стейк. Мы это делаем для того, чтобы все соки в конце, когда мы стейк приготовим, остались внутри. Какого-то стопроцентного рецепта, как приготовить стейк, мясо, ну, не бывает. Я всегда рассказываю на всех мастер-классах, что все зависит, очень многое зависит. Зависит от мяса, зависит от жирности мяса, от толщины сковородки, от нагрева. Вот, то есть, здесь нужен опыт. Солю я, перчу в конце, но это, опять же, не принципиально. Опять же, ну, говорят, что соль вытягивает влагу, да, из мяса. Ну, сколько она вытянет? Совсем немножко, мы опять в итоге это не почувствуем. Ну, просто так привычка у меня уже, что я в конце, перед подачей, перед поеданием, солю, перчу. У нас будет соус. Соус называется чимичури. Это вообще отличный соус для любого блюда на гриле, начиная от рыбы, овощей, заканчивая мясом. Нам брал зеленый лук, базилик, кинзу, только не укроп. Укроп сюда не идет, потому что укроп очень сильный, и он забирает на себя все ароматы и все вкусы. Петрушку тоже нет? Петрушка, обязательно петрушка, отлично, да. Лук-порей, если есть чеснок, соль, чили-перец. Ну, конечно, на даче не было ни лимона, ничего такого, но идеально сюда подойдет кислота какая-то, либо сок лимона и цедра. Ну, либо еще что-то. Вот дома не бойтесь, надрежьте. Чуть-чуть сделайте надрез. В самом толстеньком месте, да? Да, да, и посмотрите. Вот для меня, вот выходит, это не кровь, выходит миоглобин, сок, красный сок. Для меня это достаточно, я думаю, сейчас мы сделаем. Немножко дадим отдохнуть стейку. Как у нас отдыхают стейки? Сейчас расскажу, сейчас мы его завернем. Не обязательно заворачивать его в фольгу, можно убрать его, ну, дома, убрать в какое-нибудь теплое место. Мы просто оставим его в фольге тогда, просто оставим его в фольге и дадим ему, ну, минуту-две полежать. Для чего? Когда мы жарили мясо, все соки стремились у нас к середине и остались там. Если мы сейчас сразу начинаем резать его, начинаем есть, мясо покажется немножко суховатым, а в середине немножко сыроватым. Ну, это не так. Сейчас оно полежит, все соки разойдутся, оно немножко отдохнет, волокна начнут восстанавливаться, расходиться, потому что при нагреве волокна все сжались. И теперь у нас готов король нашей сегодняшней трапезы. Что это у нас? Стейк, да? Стейк, стейк, местный ебай, да. Что нам надо? Нам надо его посолить, поперчить и переложить на тарелочку. Подача у нас на доске сегодня. Да, сегодня на доске. Соль. Стейк отдохнул несколько минут. Вот сейчас мы его заправляем. Давайте порежем его и посмотрим, что у нас получилось внутри. Это у нас какая-то жарка? Это уже ближе к медиуму вэл. Медиум вэл. Да. Самые безопасные на самом деле, которые самые популярные. То есть... Вот так поставим. Это местный ебай, который можно приобрести на рынке и приготовить дома. Сегодня мы приготовили цитрусовый салат с сегментами апельсина, грейпфрута и куриного филе. Потом у нас было щупальца кальмара с томатным чатни и стейк, местный ебай с соусом чимичури. Спасибо вам, Дмитрий, за ваше мастерство. Готовьте вкусно и с удовольствием удивляйте своих близких. Всего вам доброго. До свидания. Продолжение следует...